Добрый день, уважаемые коллеги! Я Сергей Семенов, управляющий партнер юридической компании Taxology. Также мой профессиональный интерес — это налоговые льготы, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений. И сегодня я хотел бы подвести небольшие краткие итоги этого года в отношении налоговых льгот. Наверное, сразу нужно отметить, что налоговые льготы в этом году штормило не так сильно, как все остальное наше налоговое законодательство. У нас здесь было, мне кажется, наименьшее количество изменений и предложений со стороны государства. В целом, мне представляется, что у нас сложилась достаточно стабильная, предсказуемая структура различных инструментов налоговых льгот, которые могут быть применены к совершенно разным видам совершаемых инвестиций. Здесь у нас и инвестиционный налоговый вычет, и региональный инвестиционный проект, и пониженные ставки регионов по налогу на прибыль, по налогу на имущество, более сложные конструкции, такие как СЗПК и СПИК, и, конечно, самые, как мне представляется, выгодные льготы, связанные с нахождением налогоплательщиков, деятельности, проектов на отдельных территориях. Это особо экономические зоны, это территория опережающего развития, это арктическая зона, это свободный порт Владивосток. В целом, мне кажется, что любая инвестиция может найти соответствующую налоговую льготу. Это большой плюс, что государство таким образом у нас эти инвестиции стимулирует. Что у нас изменений было в этом году? Наверное, два основных. Наконец-то у нас появилась определенность с региальным анонимспиком, его можно заключать, по нему могут быть применены пониженные ставки. Ну и изменения, которые мы уже достаточно давно анонсировали в Минфин, над которым они работают из года в год, это сокращение комбинаций возможности одновременного применения тех или иных налоговых льгот. Вот в этом году по льготам по территориям мы теперь не можем применять за редким исключением инвестиционный налоговый вычет. Ну, в принципе, эта тенденция, она понятна, она и будет продолжена в следующем году. Один из таких законопроектов, который пока приостановлен, это ограничить обратно льготные инструменты на специальных территориях через размер совершаемых инвестиций. То есть наши льготы не могут быть больше, чем суммы инвестиций, которые мы будем совершать в этих регионах. Также я бы здесь отметил работу, которая обсуждение, которая шла в отношении нового вида инвестиционного налогового вычета. Сразу же отмечу, это важная вещь, что это именно дополнение к уже действующему классическому, известному нам инвестиционному налоговому вычету. Это инвестиционный вычет, связанный с крупными проектами структурной адаптации, технологической адаптации экономики. К сожалению, те варианты, которые нам пока предлагает правительство, они не находят актуальности поддержки среди бизнеса. И надеюсь, что именно поэтому проект надвинулся дальше, и в следующем году будут предложены более выгодные условия. Поэтому повторюсь, что налоговое законодательство льготное у нас стабильно, оно предсказуемо. И с пожеланием я бы, наверное, хотел бы, чтобы определенные виды, в первую очередь, инвестиционный налоговый вычет и региональный инвестиционный проект, которые вот-вот у нас будут заканчиваться в 27-м году, там, в 29-м, региональный инвестиционный проект, они были продлены, ну, хотя бы лет на 10. По традиции, я все свои выступления, касающиеся налоговых льгот, заканчиваю пожеланием и удачных вам инвестиций. Сейчас бы я хотел немножко уточнить это пожелание. В 2024 году я желаю вам удачных и успешных инвестиций в себя, в свое развитие, в здоровье, в свою семью. С Новым годом, дорогие друзья!